Полномочный представитель президента Сергей Миняйло провел сегодняшний рабочий день в Томске. Рабочий график, как обычно, плотный. Одна из встреч полпреда состоялась в стенах газотранспортного предприятия. С одним из самых амбициозных проектов, которые курируются на территории Томской области, высокого гостя познакомил генеральный директор «Газпромтрансгаз Томска» Анатолий Титов. Он рассказал Сергею Миняйло о ходе реализации проекта «Сила Сибири». Магистральный газопровод призван обеспечить транспортировку газа из Якутии в Приморье и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на декабрь будущего года. Сегодня наша компания работает на территории 14 субъектов федерации. Мы работаем в Хантамансийске, мы работаем в Томской, Кемеровской, Носибирской, Омской, Алтайский край, Республика Алтай, Иркутская область, Приморский край, Хабаровский край, Сахарин, Камчатка, Якутия и Амурская область. Почему я называю Якутию Амурскую область позже? Потому что сейчас мы реализовываем проект. К производственным задачам на строительстве «Сила Сибири» привлечено со всей России 10 тысяч работников и более 4 тысяч единиц техники. Томск участвует в данном проекте не только персоналиями и материально-технической базой. Большой вклад в появление силы Сибири вносят томские промышленники. В их числе электромеханический завод, где в рамках программы импортозамещения выпускают шаровый кран. Он является неотъемлемой частью основной трубы газового потока. Такие краны массово устанавливают на магистральном газопроводе. Еще один элемент – трубопроводную арматуру «Темс» выпускает благодаря инвестициям газовиков. В проект вложено полтора миллиарда рублей. Тесное сотрудничество Томской области с «Газпромом» стало возможным благодаря договоренностям губернатора Сергея Жвачкина с главой компании Алексеем Миллером. Дорожная карта, которая была подписана ранее и не раз пролонгирована, дала Томской области очередной скачок в реализации газовой программы. Немалые инвестиции идут и на благоустройство областного центра. Реконструирована подпорная стенка на главпочтамте. Продолжаются работы в рамках проекта «Томские набережные». Весомую помощь в развитии предприятий должна оказать высшая школа. Именно с этой целью в России создают научно-образовательные центры мирового уровня. Согласно указу главы государства, через шесть лет в регионах должно появиться не менее 15 крупнейших подобных объединений. И Томская область – один из главных претендентов на создание модели кооперации власти, бизнеса и науки. Как будут выглядеть будущие центры, сегодня в ТГУ обсуждали заместитель Миноборнауки Алексей Медведев, полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Минейло и губернатор Сергей Жвачкин. Все подробности у Александра Стучеброва. К 2024 году в России должны появиться не менее 15 научно-образовательных центров. Согласно проекту, именно они будут способствовать технологическому развитию регионов и помогут стране войти в пятерку крупнейших мировых экономик. Томская область борется за статус центра последние пять лет. За это время Сибирский медуниверситет стал единственным опорным в России, а два вуза вошли в федеральный проект «5-100». Старейший за Уралом Томский государственный университет сегодня объединяет 64 лаборатории, 5000 сотрудников и имеет в копилке более 1000 объектов интеллектуальной собственности. Наша задача научиться делать те продукты, которые, и те идеи генерить, которые нужны сегодня рынку, а не те, которые у нас есть и мы умеем. Вот это самая сложность, потому что наука — это деятельность инициативная, свободная, и ученые часто, так сказать, волей движутся, движимы сердца или своим представлением об актуальности. Не сама по себе наука существует, не само по себе образование идет. Должен быть результат всего этого дела. Результат практический в том числе. Да, мы говорим о том, что направлено это все на реализацию, то есть на развитие как отраслей экономики, так и социального направления. Перед новыми центрами ставят несколько задач. Создание новых технологий и продуктов, подготовка высококвалифицированных кадров, создание условий, при которых молодые специалисты будут заинтересованы в работе. И здесь важно участие не только науки, но и власти, бизнеса и общества. Принципиально, ключевым словом является кооперация. Прежде всего, кооперация реального сектора с наукой и образованием. И этот задел в Сибири можно оценивать как один из самых высоких в сопоставлении с иными регионами страны. Потенциал Томской области, по оценке экспертов Минобранауки, позволяет создать у себя на территории столь мощное объединение. В Сибири сегодня на эту роль претендуют и другие регионы. К примеру, Новосибирский научный центр включает в себя более 50 институтов, сеть технопарков и вузов. Но даже там признают мощь томской конкуренции. В Томске есть мощные университеты, прежде всего ТГУ и ТПУ, есть институты сибирского отделения, ну и, конечно, есть программы на Томск и прочие вещи, есть промышленные предприятия, с которыми надо сотрудничать. В Томской области тесное сотрудничество университетов, академических институтов и бизнес-компаний идет не первый год. Администрация региона, подписав масштабное соглашение с «Газпромом», стала пионером в импортозамещении. Промышленники при участии вузов создают высокотехнологичное оборудование в области связи, машиностроения, радиоэлектроники, информационных технологий, медицины и других отраслях. Эту продукцию уже оценили в крупнейших российских холдингах, таких как «Газпромнефть», «Интерао», «Россети», «Сибур» и другие. А буквально на прошлой неделе губернатор подписал новую дорожную карту с топливной компанией «ТВЭЛ», что расширило сотрудничество с «Оросатомом». Все, что нужно для создания этого центра, мы в течение 140 лет уже сделали. Теперь наша задача грамотно заявиться и доказать о том, что мы действительно по тем направлениям, которые мы сегодня уже заявили, мы достойны, чтобы этот центр был здесь. Это и большая ответственность, это, конечно, и престиж, это, конечно, еще и федеральные средства, поэтому тут все вместе и много-много чего хорошего. Предложения, выработанные сегодня в ТГУ, будут переданы в федеральную рабочую группу по реализации национального проекта «Наука». Субтитры создавал DimaTorzok